Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский, ведущий канала Matrix Paradise. И у нас очередная распаковка посылок из Китая. То есть, что сегодня мы будем распаковывать? Здесь у нас лежит мультиметр. Можете называть его мультиметр, можете называть его по-другому. В общем, измерительный прибор, незаменимый помощник электрикам, незаменимый помощник тем, кто паяет. Был заказан с сайта AliExpress около 30 дней назад, отправлен почтой в Финляндии. И стоимость, я не помню, стоимость была около 2,5-3 тысяч рублей, короче. Ссылочка будет, как всегда, у нас в первом комментарии под видео на ютубе. Заходите, смотрите, покупайте, если у нас здесь все окажется окей. То есть, почему такой товар, почему такая посылочка? То есть, все вы прекрасно знаете, что мы с отцом любители попаять чего-нибудь. А наш старый мультиметр, которому лет уже, как мне, то есть, скоро ему будет около 20 с копейками лет, он уже, так сказать, изжил свой ресурс и начинает давать погрешности при некотором роде работ. Так что, было принято решение заказывать новый. Вроде как, решили особо не экономить и взять более-менее нормальное устройство. То есть, тут у нас посылка задекларирована. Насколько я знаю, так выглядит декларация EMS. Но, тем не менее, посылка пришла обычной почтой. Почта России. Ладно, уберем это барахло в сторону. Давайте посмотрим, что у нас. Мастек. Мастек. MS-8261. То есть, здесь у нас стоит галочка, что модель MS-8269. Вот такой вот мультиметр. Вот так вот выглядит упаковка. Ничего особо не написано толком. Ни на английском, ни на каком бы то ни было языке. Написано на китайском. Давайте вскроем, да поглядим, что к чему. Так, инструкция. Handled Digital Multimeter Operators Instruction Manual. То есть, инструкция полностью на английском языке. Достаточно-таки внушительных объемов для такого устройства. Подробно все расписано. Пенопласт. Опять пенопласт. Пенопласт это мерзкое изобретение, конечно, мира. И вот такая вот дура. Смотрим. То есть, у нас тут сразу различные переходники. Для измерения различных задач щупы. То есть, щуп у нас находится под колпачком. Достаточно-таки острый. Так что можно им пораниться. Еще переходнички. Так, судя по виду, это вообще термопара. То есть, два различных проводника, спаянных в одном месте. Уберем коробочку. Извиняюсь за сторонние звуки, если они присутствуют. У нас тут просто военные устроили учения. И, собственно говоря, вертолетики летают, танки стреляют и тому подобное. Давайте достанем вот это уже оборудование. То есть, я, конечно, не ожидал, что он будет таких внушительных размеров. Смотрим. Предостережение. Питание 9 вольт. Это, по идее, подставка. Да, то есть, мы можем вот так вот выдвинуть, поставить наш измерительный прибор и намерять, что мы хотим. То есть, он у нас будет стоять и уже вот так вот это дело выглядит. То есть, винты здесь уже вскрывались. Видно, что его проверяли. Включение-выключение. Auto power off. То есть, автовыключение в случае бездействия. Но, судя по всему, у нас батарейки здесь внутри не стоит. Как его вскрывать, я не знаю. Честно признаюсь, я не смотрел. Так, судя по всему, сюда еще можно вставлять щупы, да? То есть, вот так вот. Чик. В эти вкладыши. Обмотали, вставили. В общем, смотрим. Серийный номер. У устройства есть серийный номер. Надписи по-китайски, надписи по-английски. Измерение сопротивления. Измерение температур. То есть, прозвонка, вольтаж, переменные постоянно, токи, все дела. Все здесь присутствует. То есть, также у нас четыре гнезда. У каждого свои характеристики. В общем, не буду вдаваться. В общем, 233 будет. Угу. Так что, если вам нужна серьезная аппаратура, если вы любите паять, если вы любите... Да, если вы даже не любите, если у вас просто работа электрика, то вполне могу рекомендовать. С виду вещь внушает доверие. Ну, а с вами был Александр Мордынский. Конечно же, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Впереди еще очень много всего интересного. Всем удачи. Всем пока.